Всем привет, халло цезамен! В сегодняшнем видео хочу с тобой порассуждать о немцах, о их характере, манере поведения и нравах. Немцы отличаются своим синтетическим складом умам, изумительным терпением и добросовестностью в работе. Их мир рационален и упорядочен, где все имеет свое место. И безусловно, это все имеет отражение в пословицах и фразеологизмах. Предлагаю сегодня рассмотреть несколько пословиц, которые в той или иной степени отражают характер немцев и нации в целом. Итак, трудно не отметить любовь немцев к порядку. Они так и говорят. Порядок это основа жизни. Или Эти две фразы дают четкое представление о немцах. Также немцы любят повторять. Порядок в доме это первый шаг на пути к экономии. Немцы очень любят рассуждать об экономии. И, наверное, самый их любимый глагол это Экономить не означает быть скрягой. Это означает быть экономным в той степени, когда тебе хватает всего, ты всем доволен и при этом ты щедрый. Если немец вас назовет шпарзом, то есть экономный, то можете это принимать как за большой комплимент. В продолжении темы экономия, давай с тобой рассмотрим пару пословиц и фразеологизмов. Экономия означает больше заработать. Эконом и тогда будет что экономить. Означает копейка рубль бережет. Если ты не знаешь, как сохранить копейку, как сохранить цент, то ты никогда не сможешь сделать какое-то состояние. Также невозможно не заметить отношение немцам к работе. Они действительно делают все как будто для себя, то есть все на совесть. И часто можно от них услышать И они действительно в этом убеждены, что если ты делаешь свою работу хорошо, значит ты отличный граждан своей страны. И это с одной стороны действительно хорошо, а с другой стороны их часто можно назвать трудоголиками. И можно часто заметить то, что они большую часть своей жизни посвящают работе и как следствие даже женщины. Для них в первую очередь стоит карьера, а потом только семья. И поэтому они часто рожают детей, когда им уже более чем 35 лет. Говорят, что немцы пунктуальны. И в большинстве случаев это действительно так. Неспроста у них есть такое универсальное слово, как термин. Хочешь пойти к врачу? Запишись, пожалуйста, на термин. Хочешь пойти в гости? Позвони подруге и скажи, что ты хочешь прийти в 5 часов и она тебя будет ждать? То есть абсолютно для всего требуется термин. И это означает, что они действительно ценят свое время и максимально рационально его используют. Поэтому часто можно от них услышать такую фразу НИМ ДЕЙНА ЗАЙТ ВАР РАСПОРЯЖАЙСЯ СВОИМ РЕМЕНИМ РАЗУМНО Или ПОЗДНЯМУ ГОСТЮ КОСТИ, как говорится. Это означает, если мы дословно переведем, если кто-то приходит не вовремя, то он должен наслаждаться то есть тем, что осталось. То, что осталось, то и твое, если ты опоздал и не пришел вовремя. Немцы по своей сущности очень целеустремленные и не всегда добиваются своей цели. ДАС ЦИЛЬ ЭРАЙХЕН ДОБИВАТЬСЯ ЦЕЛИ ЭР ЭРАЙХТ ЗАЙН ЦИЛЬ Он добивается своей цели. И для них зачастую цель оправдает средство. ДЕР ЗВЕГ ХАЙЛЬТ ДИМИТЕЛЬ Несомненно, Германия страна страха, ведь именно страх является ключевым двигателем немцев все проконтролировать, отрегулировать, проверить снова и снова, задокументировать, проверить, проследить. И выражение «иметь страх» на немецком будет звучать ДИ АНГСТ ХАБЕН ФОР ЭТВАС ДАТИВ Имеет страх перед чем-либо, кем-либо. Я ХАБЕ АНГСТ ВОН ДИР У меня страх перед тобой. ТОМ ХАТ АНГСТ ВОР ХУНДЕН ТОМ БОИТСЯ СОБАК Я ХАБЕ АНГСТ У меня страх. Или у меня нету страха, и тогда я говорю ИХАБЕ КАЙНЕ АНГСТ А тебе я хочу пожелать не бояться изучать немецкий язык, я верю, ты справишься. ХАБ КАЙНЕ АНГСТ ДОЙЧЬ ЗУ ЛЕРНЕН ДУ ШАВСТ ТАС Не бойся, у тебя все получится. Напиши в комментариях, чего ты боишься, есть ли у тебя какие-то фобии. Используй данную конструкцию ИХАБЕ АНГСТ ВОР ЭТВАС ДАТИВ Например, Я БОЮС ТЕМНОТЫ ИХАБЕ АНГСТ ВОР ТУНКЕЛХАЙТ У МЕНЯ БОЯЗНЬ ТЕМНОТЫ Не забывай подписываться на мой канал, жми на колокольчик И до скорого! БЕС БАЛЬТ!